Всем привет, добро пожаловать в новое видео. Сегодня я хотела бы показать вам свои лучшие приобретения за всю мою жизнь, за все мои 35 лет. Кстати, спасибо за поздравления и пожелания, мне очень приятно, что вы не забыли. Но сегодня не об этом. Я хотела бы поделиться с вами тем, что делает мой быт проще, повседневную жизнь легче, что-то для дома, что-то для себя. Я уверена, что вам понравится. Поехали! Первое, без чего я не представляю свою жизнь, это посудомоечная машина. Так сложилось, что я выросла в семье, в квартире, где у нас ее не было. И мы по привычке все мыли руками и даже никогда не задавались вопросом, а нужна ли она нам. А потом, когда я начала строить свою личную жизнь с молодым человеком, сейчас с моим мужем, мы в нашей квартире поставили небольшую, но все-таки посудомойку. И тогда я уже оценила все ее преимущества. И, о господи, как же это удобно, сколько времени она экономит. И даже если вы что-то помоете руками, то вы потратите гораздо больше воды, чем использует посудомойка. Поэтому мы еще и экономим воду. И уже тогда я думала, что если когда-то мы будем расширять наше пространство, я сделаю все возможное, чтобы у меня была посудомоечная машина хотя бы среднего размера. Так и сложилось. Мы сейчас живем в частном доме. У нас не самая большая посудомойка от бренда Siemens. В прошлой квартире от той же марки она служит уже больше 14 лет. И с ней все в порядке. Я очень ее люблю. В течение всего дня мы всей семьей складываем грязную посуду в посудомойку. Нам достаточно этого размера. При том, что я всегда готовлю дома или практически всегда включаем на ночь, а утром просто достаточно все это разгрузить. Да, нужно докупать и соль, и вот эти таблетки для мытья посуды. И все сложить, потом разложить по местам. Но поверьте мне, это настолько облегчает жизнь, что я готова от многого отказаться. Но оставьте мне посудомоечную машину. И даже если бы у меня была миниатюрная кухня, я бы сделала все. Даже невозможное, чтобы посудомойка была у моей кухни. Следующее это беспроводной пылесос. Это наш настоящий семейный помощник. Причем пользуемся им и мы, и дети. Он не тяжелый, он очень мощный. И раньше я никогда не думала о том, что он мне в принципе нужен, пока муж не привез какую-то там модель Дайсона. Это было пару лет тому назад. А сейчас, когда что-то рассыпалось или нужно по-быстрому убраться, без всяких заморочек берешь его, он везде достает. Ты не переживаешь, а достаточно ли тебе шнура. Он может добраться и под всякие там тумбочки, под диван. Нет, но под кроватью удобно пропылесосить всю лестницу. И это настолько быстро. И говоря о беспроводных пылесосах, я сравнивала и Дайсон, и Дримми, потому что он у меня был. Они оба хороши, они мощные. Даже визуально мне больше нравится Дримми. Но я подарила его своей маме, и она говорит, слушай, нет, ну реально, это очень достойная покупка. Также к этим пылесосам идут дополнительные насадки. То есть вы можете пропылесосить и ковры, и диваны, и добраться в любую щель. Я наш использую даже для чистки машины. Так что, если вы когда-то думали, нужен ли вам беспроводной пылесос, лично я настоятельно рекомендую. А какой бренд выберете вы, это лично ваше решение. Дальше робот-пылесос. Скажу вам так, для нас это совершенно две разные вещи. Если обычным беспроводным пылесосом я могу быстро убраться на лестнице, перенести его куда-то на второй или третий этаж, и добраться в каждую щель, в каждый уголок, то робот-пылесос убирает больше поверхностно и помогает поддерживать чистоту дома. А имея двух детей, пушистую собаку, которая круглогодично линяет, плюс у нас здесь выход на террасу, на газон, дети бегают. И что тут скрывать, мы иногда заходим сюда в обуви, потому что то что-то забыл, то что-то кому-то подать и так далее. Вот поэтому постоянно есть что убирать. И для поддержания чистоты между уборками, основательными уборками, мы включаем каждый день наш робот-пылесос. Раньше у нас был робот-пылесос еще с опцией мытья полов, но имея большое пространство и вот такую тряпочку, уборка не была настолько эффективной, которая будет равнозначной обычной, да, с тряпкой или хотя бы со шваброй. Поэтому мы просто-напросто поменяли их местами, никуда он не девался, он сейчас в нашем офисе, там чуть меньше грязи. А вот этот, который у нас, он еще и с пылесборником, он сам очищается, это очень удобно. Он работает не слишком громко, ночью мы его не слышим. И также он сам программирует себе путь уборки. То есть он знает, где он уже пропылесосил, где ему еще нужно подъехать, там отличная вещь. Я бы подарила такой и своей маме, и своей свекрови, как только появится возможность, я обязательно сделаю это. Я никак не могу обосновать, почему раньше я всегда использовала обычные наушники, это дико неудобно. Наверное, потому что они продавались в комплекте с телефоном, а тут в прошлом году я выбирала себе новый телефон, и думаю, возьму-ка я себе AirPods. И я не настаиваю на том, чтобы вы приобретали конкретно эти, я даже не знаю, какая это модель. Я заказывала ее на официальном сайте Apple, и там еще и можно было сделать гравировку. Видите, что у меня здесь указан мой никнейм. И так, будучи где-то в компании, я всегда знаю, какие же из AirPods мои. И это очень сильно изменило мою повседневную жизнь, потому что я никому не мешаю. Я могу вставить наушники, слушать любую музыку. Также часто я что-то снимаю, и иногда мне нравится, чтобы слышен был вот этот звук, когда я что-то включаю, наливаю. Это так атмосферно. Но самое главное, что я не мешаю своим домашним, потому что дети смотрят мультики, мне хочется послушать музыку или какие-то новости, или включить чей-то любимый влог. Также каждый день я гуляю с собакой. Тут поводок, тут ее награждаешь какими-то вкусняшками. И сейчас я просто вставляю наушники, не путаюсь во всех этих проводах, которые бесконечно раньше нужно было распутывать, и не заморачиваюсь. Я слушаю какую-то аудиокнигу или очень часто во время прогулки звоню своим близким. Совмещаю приятное с полезным. Я не знаю, как вы, а я обожаю кофе. Как человек с низким давлением, это то, что действительно помогает мне взбодриться и проснуться. Я даже ради него встаю чуть раньше для того, чтобы спуститься в тишине и спокойствии, выпить чашечку ароматного горячего. Пока я не начну суетиться кофе, организовать свои мысли, и потом я уже начинаю свой день мамы, рабочий день и так далее. И раньше у меня была гейзерная кофеварка, и мне было окей, мне этого было достаточно, а потом мой муж начал пить кофе, и как-то у нас из года в год все больше и больше гостей, и ты бегаешь с этой гейзерной кофеваркой, пока всем приготовишь кофе, уже и перехочется. И я решила купить кофемашину. Это очень удобно, она еще перемалывает зерна, есть разные опции кофе, можно сварить черный, крепкий, маленький, большой, также капучино, причем она наливает молоко и кофе слоями, можно регулировать уровень пенки, это недорогая кофемашина, бренд DeLonghi, ей несколько лет. Единственное, что меня смущает, это то, что там чуть-чуть поцарапалась вот эта подставка, на которую ставится чашка, она из металла, и, наверное, это было неизбежно, но при желании ее можно сменить. В целом у меня нет никаких вопросов к ней, и если с ней что-то случится, это то, что я однозначно приобрету снова. Никогда бы не подумала, что я так часто буду этим пользоваться, но реально это облегчает мою мамскую жизнь. Это сушилка для обуви, вот такая. Она с длинным шнуром от бренда Xiaomi. Я покупала их на AliExpress, у меня их две, потому что двое детей, и так как мы живем в частном секторе, когда они выходят гулять, возвращаются такими, что я даже не знаю, где они находят такую грязь. Очень часто приходится мыть их обувь, и даже когда мой муж стирает кроссовки, он всегда использует сушилки. Это очень здорово просушивает обувь, причем за ночь высыхает любая пара обуви. Сразу в комплекте шел еще и переходник, то есть можно использовать с разными розетками, вот такая обычная европейская. Еще вы сами можете контролировать, на как долго вы включаете эту сушилку, на 3 часа, на 9 или на 6. Я обычно включаю на 9, и утром дети уже могут идти в школу в тех же кроссовках или ботинках. В этих сушилках воздух подается с двух сторон, и также у них удачный размер, потому что можно использовать как для детской обуви, так и для взрослой. Еще я заметила, что когда я их вставляю, например, в свои кроссовки, то они потом высыхают и держат форму. Не уменьшаются и, знаете, не деформируются после стирки. Такой, казалось бы, гаджет не с самой первой необходимости, но вот правда, очень достойный. Конечно же, я не могу не вспомнить о своем кухонном роботе под названием Thermomix. Он выполняет очень много заданий. Да, дороговато, да, возможно, есть какие-то альтернативы побюджетнее. Это не совсем мультиварка, потому что он даже чистит картошку, он все хорошо измельчает, варит, парит, поджаривает, месит тесто. У него так много программ и так много разных рецептов. К сожалению, он не адаптирован на все рынки. Но если вы живете в Европе, если вы знаете английский, немецкий, польский, база рецептов невероятная. Хотя в 21 веке, я думаю, что мне составит труда перевести какое-то слово, и они еще и повторяются. Если вы когда-то задумывались над тем, стоит ли приобрести, если не умеете готовить, однозначно стоит. Если умеете готовить, но хотите, сразу все в одном, вам он тоже очень понравится. Но он слушает мне каждый божий день, и у меня нет ни единого нарекания. Я его огромный фанат. Я должна вам признаться, я не могу спокойно готовить, если у меня грязная духовка. Я очень часто что-то запекаю, и бывает так, что что-то выльется, или мой муж готовит, и тогда заляпано все вокруг. Вот поэтому регулярно приходится ее отмывать. И в прошлом году я задалась целью найти что-то, что поможет мне это без особого труда очистить. Все, что пригорело, в общем, я начала изучать интернет. Что советуют другие, что пользуются спросом, и купила две супер вещи для дома. Во-первых, это вот такой спрей от бренда NanoMax, он с наносеребром для каминов, для грилей, для духовок. Только обязательно используйте перчатки во время очистки, потому что вы можете обжечь себе руки. Я предполагаю, что здесь есть какие-то кислоты. Он растворяет жир, все, что пригорело. Достаточно нанести его на какую-то поверхность, оставить на пару минут, потом оттереть губкой, и все, все хорошо отмывается. Я показывала такой небольшой тест-драйв где-то год тому назад, и вы сами могли наблюдать преображение нашего тостера, нашей духовки, и что самое главное, то, за что я переживала, это запах. Потому что, так как я аллергик, на некоторые запахи я очень остро реагирую, но вообще не особо приятно убираться, когда тебе разъедают нос и горло. Это не термоядерное средство, я спокойно могу отмыть все, что нужно, и даже вот это стекло в духовке, если что-то пригорает, то тоже прекрасно убирается. Найти можно онлайн, и если вы живете в Польше, то в некоторых Росманах, вот вчера была, даже в Инстаграме вам показывала, он представлен только в небольшом формате, стоит недорого, и тоже могу вам рекомендовать. Второе, что я купила, это знаменитая паста The Pink Stuff, я нашла ее в магазине Deals, но на польском Allegro или же на Амазоне она точно есть в разных форматах. У меня большой размер, за год я использовала чуть меньше половины, у нее огромное количество применений, я тоже чистила ею решетку из духовки, вот эта паста очищает еще быстрее, чем спрей, просто смотрите, что удобнее вам, и для каких целей вы это все покупаете, потому что камин, например, этой пастой не отдерешь, и тостер тоже, но эта паста прекрасно очищает обувь, то есть подошву белую, до первоначального состояния для унитазов, для ванной комнаты, душевой кабины, для всех вот керамических каких-то поверхностей, для раковин, и вообще вот, например, если зайти на их сайт, можно найти столько лайфхаков, и она еще и приятно пахнет, каким-то таким клубничным мороженым, я предполагаю, что она на основе соды, вот когда возьмешь ее в руки, то она чуть-чуть шершавая, но это очень удобно, ничего не нужно разводить, и универсальная штука, если вы никогда не пробовали, то советую вам. Продолжаем тему уборки, с вот этими двумя находками, она стала более простой и эффективной, еще и трачу меньше времени на то, чтобы все натереть, наполировать, во-первых, это тряпочка от бренда Веледа, она продается практически во всех бытовых магазинах и онлайн, между прочим, онлайн может быть дешевле, я же это купила в Росмане, как раз была акция, это универсальная тряпочка из микрофибры, которую вы можете использовать как в сухом виде, так и влажном, вы можете протереть окна, микроволновку, вот знаете, когда открываешь, закрываешь ее, везде вот эти вот пальчики, если вам нужно очистить поверхность духовки, индукционную плиту, зеркала, и я думаю, что каждая хозяйка мечтает о том, чтобы не оставался никакой ворс, чтобы не было никаких разводов, выбирайте эту тряпочку или другую, они правда из разных материалов, но работают приблизительно одинаково, у меня есть и та, и другая, потому что зачем себе отказывать удовольствия, вторая тряпочка из Алиэкспресс, я брала сразу набором, и вижу, что часть уже где-то растерялась, они довольно прочные, потому что я использую их, ну тоже где-то год, наверное, регулярно стираю, после каждой уборки, и с ними все хорошо, просто хочется еще больше, чтобы можно было разложить в каждой ванной комнате, в кухне использую, и даже протираю экран монитора, она не оставляет разводов, ворсинок и всякие металлические поверхности, без труда, без каких-то усилий, вытирает насухо до блеска, тоже для окон, здесь чуть меньше поверхность, но так, чтобы под рукой всегда была, это супер вещь, ею можно вытирать все, что угодно, и вы всегда задаетесь вопросом, почему у нас такие чистые раковины, после того, как мы, не знаю, умываемся с мужем, или там все почистили зубы, немножечко вытираешь этой тряпкой, и все, и тогда меньше образуется вот этих налетов каких-то, которые чуть сложнее убрать, ну и последняя категория, красота и мода, я вместе с вами росла, здесь на ютюбе, училась, и вы сами можете наблюдать вот эту наглядную разницу, раньше и сейчас, я перепробовала огромное количество косметики, но все же есть несколько вещей, которые помогли мне преобразиться, и очень многому научиться, у меня есть моя личная фишка, я люблю красивые, длинные, изогнутые ресницы, я могу или вообще не красить их, или раз уж крашу, мне нужен такой результат, но я никогда не добьюсь этого, без зажима, без заивки для ресниц, от бренда Shu Uemura, это японский бренд, и у меня раньше были разные, самые дешевые, которыми я умудрилась вообще просто отрезать себе ресницы, я несколько раз делала ламинирование, это не то же самое, и ламинирование я не хочу повторять, я не могу сказать, что это как-то влияет на качество ресниц, абсолютно нет, и эта вещь помогает завить реснички таким образом, что у вас открывается взгляд, и даже если вы их не будете красить, они все равно останутся в таком положении, это очень красиво выглядит, ну вот буквально как ламинирование, только это нужно делать каждый день, но тем не менее вы не портите свои реснички, потому что когда я делала ламинирование, все же они были слабее со временем, и когда отрастали новые, они были обычными моими, такими прямыми, которые смотрят в разные стороны, а ламинированные так и оставались в таком изогнутом положении, и мне все равно приходилось их подвивать, иначе я никак не могла их накрасить, я пробовала многое, но для меня эти самые лучшие, единственное то, что меня немножко в них раздражает, это то, что в наборе идет запасная губка, ее там спустя какое-то время нужно поменять, через год, наверное, где-то, но когда изнашивается вторая, приходится покупать новый зажим, я нигде не нашла отдельно губки, вот такие же мягкие, такие же оригинальные, но ничего страшного, это не настолько дорого, спустя пару лет я могу обновить эти щипцы, куда бы я ни ехала, я могу очень сильно ограничить свою косметичку, но это возьму с собой, потому что даже если я их не крашу, вот такой эффект помогает выглядеть свежее, и взгляд становится таким распахнутым, то, что помогло мне научиться краситься, и сейчас я могу накрасить всех, кто меня об этом попросит, это мои близкие, мои родные, я делаю это с удовольствием, мне это нравится, и без кисточек это не было бы возможным, я помню, как мне сложно было решиться на приобретение, как мне тогда казалось, довольно дорогих кисточек, это были кисти от бренда Hakuro, они до сих пор продаются, и не поверите, те, которые у меня были 9 лет тому назад, они по сей день хорошо служат, сейчас появились разные, у меня уже мои какие-то другие фавориты, которые вы регулярно видите в моих видео, в моих каких-то собиралках, их огромное количество, самое прочное это Real Techniques, это Zuiva, Hakuro, и у меня также есть несколько таких, которые я покупала на Алиэкспресс, и они настолько мягкие, они абсолютно чудесные, и моя душа иногда требует каких-то экспериментов, как сегодня, на каждый день я предпочитаю нюд, что-то такое нейтральное, но если надо, если хочется, я могу себе хоть черный смоуки айс сделать, очень здорово уметь что-то, учиться чему-то, и приводить себя в порядок, даже когда ты выглядишь, мягко говоря, не очень, на любой праздник, на любое торжество, да хоть на каждый день, если вам этого хочется, и вам также не придется каждый раз платить визажисту, но говоря о себе, меня ни разу, ни один визажист не накрасил лучше, чем я сама себя, и не потому, что я такой классный профессионал, я ни в коем случае не уменьшаю заслуги специалистов в этой области, просто я знаю себя лучше, я знаю, что мне больше идет, я знаю, как что-то держится на мне, и здесь также, когда ты себе нравишься, ты даже по-другому себя ведешь, и когда ты красишь нюд, это одно дело, когда ты делаешь модные стрелки, как сегодня, то даже ощущаешь себя несколько иначе, и ты можешь это смыть, а завтра быть совершенно другой версией себя, и по-другому себя ощущать, без кисточек, конечно, можно накраситься, но они значительно расширяют диапазон каких-то возможностей макияжа, и его качество, свои любимые кисти, часть из них, я оставлю в описании к этому видео, еще один аксессуар для макияжа, это спонж, причем я не стану настаивать на каком-то бренде, мне нравился и бьюти блендер, и ибра, ико тулс, эволайн, тот же алиэкспресс, который у меня сейчас в руках, сейчас очень много хороших спонжей для макияжа, и ни одна кисть, ни один пальчик, так ровно, так, знаете, качественно, не распределит, консилер под глазами, не дорастушует тон, не уберет излишки, как спонж, спонж, это всегда про идеальное какое-то нанесение, для меня это незаменимый аксессуар для макияжа, им я также растушевываю все кремовые текстуры, в сухом виде он может еще и убрать блески, для меня это всегда вот самое безупречное нанесение макияжа, самое такое гладкое, если хотите, то есть плавное, без границ, с умеренным покрытием, если надо наслоить, то тоже можно сделать локально, но без спонжа тоже я не готова краситься. Модные аксессуары, у меня достаточно много сумок и люксовых, ну тоже приличное количество, несмотря на все это, у меня есть одна, которая и по размеру, и по вместительности, и по практичности, и по расцветке, по весу, по всем вот этим параметрам, выигрывает у всех остальных. Это сумка от бренда Gucci, я помню, что я приобретала ее себе даже не на праздник, у меня был повод порадовать себя, но как-то вот я долго останавливала себя, и в итоге оказалось, что она настолько универсальная, я чаще всего ношу ее, она ко всему подходит, главное выбрать удобный размер для вас, и тот цвет, который будет подходить к большей части вашего гардероба. Она такая удобная, она очень стильная, и я думала, что это ткань, но нет, она чем-то таким пропитана, что она не мокнет, не пачкается, не затирается, и сама по себе сумка, ну конечно дорого, согласна, да, я не могу сказать, что стоит каждой копейки, и люкс это всегда про то, что ты переплачиваешь за сам бренд, но сравнивая со всеми остальными, вот это у меня самое любимое, здесь регулируется ручка, она легкая, сюда можно сложить все, что мне нужно, даже маленький зонт, и очки в чехле, и все, что мне необходимо, обязательно салфетки, влажные, сухие, для себя, для детей, какие-то там пакеты, для собаки, и я хочу вам сказать, что вот маме я дарила такую же, только черную, и она очень быстро начала царапаться, она более деликатная, а это, вот я ее правда не берегу, я ее могу поставить куда угодно, и с ней по сей день ничего вообще не свершилось, очень удачное приобретение, и если вы хотите себе какую-то достойную сумку, если бы я не покупала себе гуччи, я бы себе приобрела из Алиэкспресс, только она из таких подороже, да, она кожаная, она очень качественная, и по размеру похожа на эту, у меня тоже есть та бордовая, просто бордовая сумка, какая бы она люксовая даже не была, она не так хорошо подходит, к большей части моего гардероба, поэтому я ношу ее реже, а вот здесь за счет и теплого, и холодного оттенка коричневого, и с белым она смотрится здорово, и с карамельным, и с бежевым, с каким угодно вообще, я очень довольна, и фурнитура не царапается, но вот если сравнивать даже сумку в монограмме от Dior, она тканевая, и она еще и дороже, чем эта, для меня по качеству правда лучше эта, ну и последнее это очки, я долго думала какие показать, черные или вот эти черно-черепаховые, по форме они похожи друг на друга, это Celine и Tom Ford, Celine чуть дороже, и также они тяжелее, но визуально они конечно довольно близки, более универсальные, наверное вот эти, потому что я часто ношу какие-то околобежевые цвета, но черные, вот они настолько здорово как-то контрастируют, даже с яркими цветами, и форма здесь удачная, и они затемняют картинку, я вот сейчас например не вижу, что там происходит в камере, здесь нет вот прям супер сильной защиты, как советуют все офтальмологи, но тем не менее, я вижу, что моим глазам более комфортно, когда солнечная погода, и они выглядят настолько стильно, они преображают каждый наряд, за счет и своей формы, и такого лаконичного дизайна, который будет актуален всегда, он вне времени, это вечная классика, они хоть и не маленькие, но подходят очень большому количеству людей, вот на мои большие глаза, это просто находка, Tom Ford, чуть полегче, чем остальные мои очки Tom Ford, но это тоже их плюс, их преимущество, у них красивый градиент, и так как я сказала, они хоть и похожи, но они разные по цвету, они хоть и визуально похожи немного, но все-таки разные по цвету, и поэтому я выбираю те, которые мне больше подходят по настроению, или к наряду, которые я надеваю в определенный день, на этом у меня все, не забывайте поставить пальчик вверх, если вам сегодня со мной было интересно, и я обязательно почитаю вашу обратную связь, ваши комментарии, если понравилось, то я сделаю еще вторую часть, через какое-то время, пока-пока!